Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Мы продолжаем с вами разговор о молитве, и в нашей сегодняшней передаче поговорим о молитве за врагов. Необходимость молитвы за врагов вытекает из самой сущности нравственного учения Иисуса Христа. В дохристианскую эпоху существовало неземлемое правило – любви ближнего твоего и ненавидь врага твоему. Именно в соответствии с этим правилом порой живет нередко большинство людей до сих пор. Нам вполне естественно любить ближних, тех, кто делает нам добро, и относиться с неприязнью и порой даже ненавистью к тем, кто отвечает нам злом. Но Христос говорит, что отношение должно быть совершенно другим и иным. Сам Христос в течение всей своей земной жизни неоднократно подавал пример и любви к врагам, и молитвы за врагов. «Когда Господь был на кресте, и воины пригваждали Его тело, Он испытывал страшные муки, невероятную боль. Но Он молился, «Отче, прости им, ибо не знает, что делают». Он думал в этот момент не о себе, не о том, что эти солдаты причиняют Ему боль, но об их спасении, ибо, совершая зло, эти люди прежде всего наносили вред самим себе. Мы должны помнить, что люди, которые делают нам зло или относятся к нам с неприязнью, неплохи сами по себе. Плох тот грех, которым они заражены. Ненавидеть надо грех, а не его носителя человека. Как говорил в свое время святой Иоанн Златоуст, «Когда ты видишь, что кто-то делает тебе зло, ненавидь не его, но дьявола, который стоит за ним». Нужно учиться отделять человека от греха, который он совершает. Священник очень часто наблюдает во время исповеди, как грех буквально реально отделяется от человека, когда в нем человек раскаивается. И здесь мы должны уметь отрешаться от греховного образа человека и помнить, что все люди, в том числе и враги наши, и ненавидящие нас, созданы по образу Божию. И именно в этот образ Божий, в те зачатки добра, которые есть в каждом человеке, мы должны всматриваться. Почему необходимо молиться за врагов? Это нужно не только им, но это надо и нам. Мы должны находить в себе силы примириться с людьми. Архимандрит Сафроний Сахаров в своей книге о преподобном Силуане Афонском говорит «Ненавидящие и отвергающие брата ущербны в своем бытии. Они не могут найти путь к Богу, любящему без исключения всех». Это справедливо. Когда в нашем сердце поселяется ненависть к человеку, мы бываем неспособны приблизиться к Богу. И до тех пор, пока это чувство в нас сохраняется, путь к Богу нам прегражден. Вот почему необходимо молиться за врагов. Каждый раз, приступая к Богу живому, мы должны с вами быть абсолютно примиренными со всеми, кого воспринимаем как своих непосредственных врагов. Вспомним, что говорит Господь. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. И другое слово Господа. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». На пути с ним. Значит, в этой земной жизни. Ибо если мы не успеем примириться здесь с ненавидящими и обидящими нас, с врагами нашими, то в будущую жизнь уйдем непримиренными. А там наверстать то, что упущено здесь, будет уже невозможно. На базе Спасо-Преображенского реабилитационного центра открылся Третий военно-патриотический форум православной и казачьей молодежи «Казачье единство-2014». На церемонию открытия в станицу Темнолескую прибыли краевые и федеральные власти. Полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Сергей Меликов и временно исполняющий губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров. Благословил форум митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Четыре дня около 300 юных казаков будут жить бок о бок, общаться, обмениваться опытом и участвовать в различных мастер-классах. Запланированы встречи с экспертами, публичные беседы на духовно-нравственную тематику, мастер-классы от специалистов силовых структур, творческие конкурсы и казачьи игры. В своем приветственном слове Сергей Меликов выразил благодарно всем организаторам мероприятия. По мнению Полпреда, форум способствует подъему патриотизма среди молодых россиян. Я бы хотел, чтобы сегодняшнее открытие форума стало залогом проведения качественных мероприятий. То расписание и тот план, который заложен сегодня в программе проведения форума, будет выполнен в полном объеме и, безусловно, принесет огромный успех для вашего совершенствования, для вашего обучения и, прежде всего, для вашего нравственного воспитания. Приветствуя казачью молодежь, митрополит Кирилл подчеркнул особую роль казачества на юге России в деле воспитания патриотизма и укрепления нравственных ценностей. Дорогие ребята, дорогие наши казачата и, конечно, казаки, вы знаете, как раз вы должны быть той солью земли, вы должны быть тем авангардом сегодня патриотизма в нашей стране. Именно этого сегодня от вас ждет страна и ждет народ. Занимаясь вопросами казачества в рамках всей русской православной церкви и в России, и за рубежом, я это хорошо знаю. Православная составляющая форума – важный момент в организации мероприятия. Каждое утро юных казаков начинается с молитвы. В течение всех четырех дней молодые люди будут встречаться со священниками, принимать участие в богослужениях. Вот и открытие форума начинается с молебна, которую совершил митрополит Ставропольский и невиномысский Кирилл. Умейте даяние и благо даяте чадам вашим, кальвипачьи Отец ваш небесный, даст благо просящим у него. После открытия гости пообщались с участниками форума и посмотрели показательные выступления, подготовленные юными казаками. Далее на территории Спаса Преображенского центра состоялась встреча Сергея Меликова, Владимира Владимирова и митрополита Кирилла с атаманами Терского войскового казачьего общества. Товарищ генерал-лейтенант, атаманы Терского войскового казачьего общества для встречи построенная. Войсковой атаман казачий полковник Филипенко. Вольно, стоите. Вольно. Полпред подчеркнул, что видит в казачестве важную опору российской государственности на Северном Кавказе. Думаю, что теперь политическим противникам будет гораздо сложнее убедить кого-то, что казачество изжило себя, что государство и общество на Северном Кавказе могут обойтись без него. Это, на самом деле, очень важный итог всех позитивных изменений, которые произошли за последние годы. Но мы с вами должны понимать, что изменившиеся отношения общества к казачеству на сегодняшний день не остаются на определенных позициях, но и влечет за собой новые ожидания граждан. Даже те, кто раньше сомневался, теперь видят в вас серьезную созидательную силу, ждут от вас действий. Эти ожидания необходимо оправдовать. В ходе встречи атаманы обсудили с властью проблемы, с которыми сегодня сталкивается казачество. Это и законодательные, и земельные вопросы, и проблемы участия казаков на государственной службе. По словам Сергея Мерикова, предложения, озвученные на этой встрече, будут рассмотрены на одном из заседаний Совета при президенте России по делам казачества. ЧЕРНЫЙ ВОРОН ЧЕРНЫЙ ВОРОН ЧЕРНЫЙ ВОРОН ЧЕРНЫЙ ВОРОН Сто лет назад в мировой истории произошло событие, перевернувшее все мироустройство, захватившее водоворот боевых действий чуть ли не половину земли. 28 июля человечество отмечает как начало Первой мировой войны. В память об этой трагической дате митрополит Ставропольский Невиномысский Кирилл совершил заупокойное богослужение на могиле Рима Ивановой, второй женщины в русской истории, достойной высшей военной награды России, Ордена Георгия Победоносца, самого высокого военного ордена России. ПЕСНЯ 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 Первая мировая война, на самом деле, конечно, начиналась она, ну, как всегда, с какой-то преступления, с подлости. И с одного преступления были вовлечены десятки государств, она действительно была мировой войной. Но в любом случае, Россия пошла за братьев сербов воевать. Оказалось, что стала воевать с половиной Европы. И, конечно, это была, что-таки, с нашей стороны, у каждого своя правда, наверное. Но, что-таки, она была правильной и доброй. На богослужении присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что нельзя забывать подвиг и героизм наших предков. Римма Иванова – единственная женщина, которая награждена орденом Святого Георгия четвертой степени. Это женщина, которая совершила подвиг, и в момент его совершения была смертельно ранена и умерла на руках солдат, которых она поднимала в атаку. Это то, что называется русский дух. Мы преклоняемся перед русским духом, мы преклоняемся перед русскими людьми, и мы сегодня все молимся за то, чтобы этого больше не происходило, и чтобы мы никогда этого не забывали, то, что произошло. Чёрный ворон, чёрный ворон, что ты вьёшься надо мной, ты добычи не добьёшься. Чёрный ворон, я не твой, ты добычи не добьёшься. Чёрный ворон, я не твой. Дорогие братья и сёстры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Каждый день нас становится меньше на две тысячи человек. К концу века русская нация может перестать существовать. Продолжишь ли ты эстафету жизни? В каждой российской семье больше трёх детей. На третьей неделе беременности у ребёнка начинает биться сердце. Он уже живёт. Теперь нас трое. Семья расширяет границы. Возможностей становится больше. Мне не приходится реализовываться только за счёт работы. Общение с друзьями и с другими людьми вообще. Я могу обратиться в семью. У меня появляется ещё один мир. Когда у всех мам родятся малыши, два, например, или три, они всем, всем мам рады. И я хочу детям пожелать, чтобы мамы всегда были счастливые. Жизнь в бесконечный круговорот. Круговорот приятных дел. Если знаешь, зачем живёшь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова